Говорят, что козероги отличаются умом и сообразительностью. Ты знал об этом? Теперь да. А я только что в этом убедилась, потому что успела уже немного пообщаться с нашей гостьей, которая как раз-таки по гороскопу козерог. Наталья Степурина, победитель игры «Слабое звено», учитель географии и общества знания. Наталья, доброе утро. Всем доброе утро. Насколько нам известно, на самом деле, вот формулировка, которую сейчас мы озвучили, победитель игры «Слабое звено» — это, скажем так, часть ваших побед, но, тем не менее, это самое свежее. Когда была эта шикарная встреча и закончилась она победой для вас? Вот когда и с кем играли в конце финала? Ну, эта игра была 10 апреля. Съемки продолжались один день, где-то три часа. А вообще игра была очень такая азартная, напряженная, ну, как и любая интеллектуальная игра. У нас было изначально 8 человек из самых разных городов. Там мы играли командой, а в команде у нас был и продавец, и журналист, и вообще самые разные профессии. И каждый раунд вылетали определенные люди, которые были названы самыми слабыми звеньями. А в конечном итоге я осталась играть в раунде с журналистом из Москвы. То есть в финальном раунде мы соревновались с ним. То есть он показывал высококлассную игру в течение всей передачи. И очень хорошо отвечал на вопросы. С ним было тяжело прям так бороться. Она такая хрупкая и слабая девушка поборола мужчину. Но я же правильно понимаю, что речь идет именно о том проекте, где ведущая Мария Киселева, и она всем говорит, что вы самое слабое звено. Конечно, у Марии Киселевой там такой образ довольно суровой, серьезной женщины. Она часто задает каверзные вопросы игрокам, проверяет их на прочность. Но это всего лишь образ, это вот именно ее такой стиль. Поэтому нужно не теряться, не стесняться. Вот я там, прямо скажу, немного разволновалась, когда она мне стала задавать некоторые такие весьма каверзные вопросы. Например, что спрашивала? Ну, например, спрашивала, давно ли я увлекаюсь интеллектуальными играми. Почему так? Давно ли вы увлекаетесь интеллектуальными играми? Где я хочу быть в финале? То есть еще где-то в третьем-четвертом раунде она так спросила. Ну и там еще такой факт. Я старалась скрыть от команды, что я давно действительно занимаюсь вот разным этим самым обилием интеллектуальных игр. И я не хотела, чтобы они знали, что у меня есть уже определенный опыт, потому что мы немножко пообщались там между собой. И все эти люди, они в основном в первый раз принимали участие именно в телевизионной игре. И вообще они ребята начитанные, эрудированные, но они особо нигде до этого не играли. А там специфика такая, что часто могут убирать, ну, более сильных, как кажется, команде игроков, потому что это сама игра такая. Ну, я решила немножко так смолодушничать, что ли, схитрить. Не вызывать на себя лишнее... В покере называется балифавала, Наталья. Да, можно так сказать, конечно. Наталья, есть ли какая-то специальная подготовка именно к вот этой игре? То есть, может быть, какую-то тему вам заранее давали? Или как она происходит? Ой, вот в некоторых играх, конечно, есть. Например, в игре «Самые умные», где я тоже принимала участие, специально ты выбираешь тему, которую учишь, зубришь, и потом уже по ней отвечаешь на вопросы. Но здесь немножко не так. На слабом звене нельзя заранее подготовиться. А тут можно только смотреть какие-то старые выпуски, выписывать факты. Я, собственно говоря, так и делала. Я специально как-то не готовилась, просто использовала те знания, что у меня уже есть. И смотрела там разные передачи, в том числе и старых 90-х, 2000-х лет. Выписывала все факты, которые там были, и то, что не знала, и читала потом статьи, википедии, разную литературу. Специально не готовилась? Пригодилось то, что вы брали из предыдущих программ? Да, там некоторые вопросы были похожи на те, которые я изучала, вспоминала. И еще у меня есть несколько друзей, они тоже победители передачи «Слабое звено». И вот один друг, с которым я хорошо общаюсь, меня натаскивал перед игрой, он мне задавал разные вопросы. Ну, вот именно он меня тренировал по скайпу, чтобы я более-менее не растерялась, хорошо сыграла. Ну, и он меня очень так морально поддержал. Давай, Наташа, давай! Да, в том числе и так я его не посрамила. Наташа, вот смотрите, вы участвовали в многих играх, и что, где, когда, и «Самый умный», и «Своя игра», и так далее, и так далее. Но все-таки, мне кажется, «Слабое звено» это одна из тех игр, в которых в течение игры ты несколько раз переживаешь, потому что тут они имя аж показывают. Вот вы, когда стояли в каждом раунде, вы каждый раз ждали свое имя? Или все-таки вы стояли и думали, никто сейчас не посмеет это вас сделать? Какой вот был тот момент у вас? Ну, немножко ожидания было, но я понимала, в течение игры я узнала, что команда более-менее честная, без всяких вот этих подковерных игр, там изгнания наиболее сильных соперников. И я понимала, что ребята объективно голосуют, да, в первом раунде было страшно, но потом я поняла, что они действительно выбрасывать стараются тех, которые заслужили это, то есть неправильно отвечали на вопросы. И я подумала, что опасности в этом плане не будет, то есть если я буду хорошо отвечать на вопросы, не ошибаться, то, в принципе, никто меня не напишет. Как и получилось? Как оказалось, я ошибалась, потому что одна женщина из моей команды все-таки два раза написала меня в двух раундах. Почувствовала что-то? Ну, я не знаю, может быть, она хотела меня как-то слить, но я на нее не обижаюсь, конечно, за это. Я понимаю, что такова специфика игры. И я вот, ну, нисколько не обиделась. Такая игра, что поделать? Ну, в любом случае, победа была за вами, Наталья. Какая-то удивительная женщина, я же говорю, хрупкая, нежная, милая, но за всей... Со стержнем-то, ох! За всей этой хрупкостью скрывается просто невероятный интеллект. Я больше всего боялась, что Наталья нам задаст сейчас Гиной какой-нибудь интеллектуальный вопрос, и вот посравимся как раз таки мы. Ну, к счастью... И вот так слабое звено, опа, так вот, да, слабое, опа. К счастью, этого не произошло. Наталья, спасибо вам огромное. Вам еще побед на интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Вот что вы себе загадаете, вот желаем вам именно там и победить. С нами была Наталья Степурина, победитель игры «Слабое звено», учитель географии и общества знания. А мы сейчас отправимся в Каменс-Шахтинский для того, чтобы познакомиться с еще некоторым количеством людей, но очень-очень уникальных и очень-очень, я думаю, тоже умные люди очень.